Продолжение следует... 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 Никому этот альбом вообще не сдался, а вот меня вкатило так, что я спустя много лет вам его советую. Итак, что тут есть хорошего? Качево, внезапно интересные акустические партии, не в целом свежий взгляд на Technical Dead, который вроде как и техникал, но не сильно заморочен, без лютого задротства, довольно среднетемповый, однако чувствуется, что ребята выжили максимум из своих возможностей на момент записи. Да, Бистон был прав, когда говорил, что ограничения заставляют мыслить творчески и находить оригинальные решения, тут дело в этом. Без минусов, конечно, тоже не обойтись, туда можно приписать качество записи сведения, хотя мы знаем это мелочи, уж очень beginner-левел вокал и некоторые композиционные недочеты типа разрозненности между отдельными инструментами и частями треков. Зато ребятам удалось прогнуть правительство и записи альбома профинансировал какой-то там австралийский комитет по поддержке молодых талантов. Зачет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и как вы поняли, нового альбома это, а сфикцией нам ждать не приходится. По словам Лайма Уидола, их барабанщик, он сейчас в целом не единственный, кто продолжает играть в метал-командах. Остальные же разбежались по учебам и джазовым коллективам. А Лайм же играет в Диссидия и Ворос, и это такие годные формации. Я их сэмплы сейчас ставить не буду, но в паблик метал-мюзик-мэднес ВКонтакте, потом заходите, я их там опубликую. А сейчас хотел бы рассказать вам еще об одном увядшем проекте, хотя его увядание не кажется таким уж фатальным. Сейчас объясню. Думаю, вы помните венгерского маэстро по имени Тамаш Катай из Thai Catafalc. Ну так вот, 10 лет назад у него была группа Гайр, которая по духу очень близка к Thai Catafalc, но все же была лишена совсем уж упорных экспериментов и представляла собой авангардную, но всецело тяжелую музыку. И чем же мне нравятся подобные коллективы? Слушая их, складывается впечатление, что музыканты находятся вне законов. Вне законов построения композиции, развития мелодии, они просто делают как хотят и как видят. И если первой сегодняшней группе ограничения пошли на пользу, то у Гайр ограничений нет. В экстремальный металл вплетаются этника, акустика, электроника, но без ощущения мешанины. И опять же, дело, как мне кажется, в творческом гении Тамаша и наличии личности автора песен. И именно поэтому все так органично звучит. У нас есть персона с особым мироощущением, у персона есть талант и навык для передачи чувств в музыку. И именно из-за первоклассно-оплажного процесса передачи чувств в музыку мы получаем искомую атмосферу, а не набор разрозненных мыслей. Ну ладно, кроме этих тонких и малопонятных материй, есть еще пара пунктов, из-за которых я отделяю Гайр от множества других авангардных и экспериментальных исполнителей того времени. И тут все гораздо проще, но не менее важно. Во-первых, это венгерский язык. Последнее время, особенно после альбома Linder Kills, я им что-то прям проникся. А во-вторых, это обложка альбома. Не какой-то абстрактный хаос, как присущий многим деятелям жанра, но такой симметричный и красочный кавер-арт. Но это так, милое дополнение к завораживающей музыке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На экваторе выпуска Можно сказать о команде, которая максимально преуспела в деле выпусти совсем мало охренительного материала и распадись к чертям. Это калифорнийская формация Эйнвера, которая составом в три человека выпустила только 30-минутный EP с поистине поражающим не столько многообразием, сколько выбором инструментов. Миньон In Your Image вышел в 2011 году и представляет собой авангардный металл с банджо-аккордеоном, акустикой в духе кантри, офигенным вокалом в том числе экстремальным, и сусим композиторским скиллом, и за все это ответственно по сути один человек, Гранд Бензигер. Ну и он же, по сути, виновен в распаде коллектива. Ну то есть интересы Гранда в области кантри, акустики и всего вот этого вот привели к тому, что коллектив Эйнвера сошел на нету, ступив дорогу такой софтовой тру американской кантри-штуки под названием The Curly Wolf. Там он тоже вокалит, играет на гитаре, но тяжеляка совсем отошел. И его можно понять. Когда смотришь видосы его новой группы, клипы, лайвы, то атмосфера веселья, виски, хасла и прокуренных баром в глубинке просто захлестывает. Да, Эйнвера была очень крутой группой, но и The Curly Wolf может доставить уйму удовольствия. Чекните их на досуге. Продолжение следует... Продолжение следует... И как это часто и бывает, если я привожу какой-то список доставляющих мне групп, то там, вероятнее всего, будут французы. Ну так и здесь. Сихто. Еще одна группа одного альбома. Играли интересную смесь прогрессив дета и гринды, которую очень удобно можно расписать на примере Мишуга. Ну, во-первых, мастер-майн коллектива Роман Держи буквально дал название группе по схеме некое слово на древнем языке, которое брутально звучит. Ну, как и Мишуга. И именно за тем, чтобы подчеркнуть свой референс к главным вдохновителям. Ну, из первых звуков прослеживается сходство в полиритмии, структуре, но все же сихто немного о другом. И если у Мишуга за всей их математикой выстраивается атмосфера некой киберпрямолинейности и футуризма, то у сихто примитивизм формы цикличность взывает, наоборот, к первобытности. И это очередная пачка замысловатых метафор. Но надеюсь, вы поймете, что я имею в виду, когда послушаете этот альбом. Там действительно все эти тритоны и малые секунды воздействуют на какие-то неожиданные области сознания. Кстати, альбом Vitriol не должен был стать завершающим актом в истории сихто. Музыканты уже записали пару эпишек с весьма интересным, но более джентлым материалом. Однако, по словам Романа, они так и не нашли времени записать на них вокал. И это странно, ведь трое участников сихто, включая вокалиста, потом нарезали дедкор в Suicidal Massacre. Хотя и эта группа уже не при делах. Да, все меняется, музыканты переезжают, перегорают, но ладно, не будем их в этом винить. Тем более, как мы выяснили, даже один, но крутой альбом может надолго стать источником эстетического удовольствия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы и подошли к группе, которая, как я думаю, и натолкнула меня на идею этого видео. Группа, услышав которую, я, ну, никак не мог подумать, что они выпустят всего один альбом и канут в лету. Потому что, черт, это такой материал, уверен, его обожают и лелеют тысячи людей. Пф, хренов с два, 520 лайков на фейсбуке. Еще одна венгерская группа, Damn Spirits Dance. Вот у них прямо очень прискорбно вышло. Они не собирали группу ради эксперимента, это не One Man Band или что-то еще. Они целенаправленно собрали полный лайнап и имели четкое направление в плане музыки. Ну, как четкое. Это авангардный MDM Melodic Black с элементами прогрессива и сильным влиянием электронной музыки. Ну, прям смесь, как я люблю. Да и в целом-то у ребят все хорошо было. Концерты, даже туры, куча планов, задумок, вот самые дефолтные проблемы подкосили. Все так хорошо нам известно, или о чем вы постоянно слышали от своих друзей-музыкантов. Барабанщик ушел, басист демотивировался, с лейблом не повезло, ну и, конечно же, финансы. Либо у тебя есть деньги, чтобы заниматься музыкой, но нет времени из-за фуллтайм работы. Либо ты всецело отдан творчеству, но влезаешь в долги, чтобы поехать в тур. И такие мирские проблемы привели к тому, что костя группы в лице гитариста Вайерна и вокалиста Синекса отправили DSD на покой. Да, они еще потом собирались вдвоем, записывали демку для проекта On My Last More, но все это было уже не то. У Damned Spirits Dance в музыке было нечто особенное. Какой-то невиданный вызов индустрии того времени в виде контраста. Прежде всего между Black Metal'ом и танцевальной электронщиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, прискорбно, что такой материал остался невостребованным, и его создатели, я надеюсь, только на данный момент, прекратили свою творческую деятельность. Но это повод еще раз напомнить себе и вам, что мы тут, любители всяческого андерграунда, не должны рубить на корню мысли о помощи музыкантам в виде покупки их альбома, посещения концерта и подобных штук. Думаю, мы с вами немного недооцениваем наши возможности раскрутки любимых коллективов. Итак, друзья, как всегда, надеюсь, вы нашли в этом выпуске для себя что-то новое. И если в вашей аудиозеке теперь ожидается пополнение, я несказанно рад. Смотрите, сейчас, по-моему, вам ожидается ряд обновлений, о которых я расскажу чуть позже в нашем паблике Metal Music Madness ВКонтакте. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, тем или иным образом попробую удовлетворить ваше любопытство. От ныне я постараюсь быть с вами на связи почаще, в разных форумах, если можно так сказать. И надеюсь, все сложится наилучшим образом, и нас с вами ждет куча годного музла всевозможного интертеймента и веселья. Огромное вам спасибо, что дождались меня здесь, что верите в МММ и поддерживаете наш канал лайками, репостами и иными способами. До скорой встречи на всевозможных видах медиапространства. С вами был Миран. До связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова